Дайте же ваш порыв, дайте вашу волю в сторону государственного строительства, не брезгуйте черной работой. Это программа «Имеем право», меня зовут Николай Скребе, здравствуйте, уважаемые друзья. Моя родная Малаклава накануне грандиозных перемен. Постройка яхтенной марины мирового класса потребует громадных усилий и, естественно, финансовых средств. Однако в этой многотрудной работе дай бог не забыть об интересах коренных жителей самого древнего на Гераклейском полуострове городка. Балаклава замерла в ожидании. Совсем скоро она превратится в гигантскую, хотя и поэтапную стройку. Вернее, она уже превратилась, ибо начаты работы на Таверической набережной. Безусловно, местные жители достойны изменения своего бытия. При этом они, правда, надеются на сохранение и аутентичности архитектурного облика, и оставление в первозданном виде уникального природного каньона. Для тех, кто забыл или не знает, напомним, что Балаклавская бухта – самая глубокая бухта закрытого типа. Максимальная глубина ее составляла 91 метр. Правда, по замерам еще 2013 года предельная глубина сегодня чуть превышает 17 метров. А к концу 90-х ей стал принадлежать еще один печальный рекорд. Это самая загрязненная бухта мира. Придонные слои по концентрации солей тяжелых металлов в 2013 году превосходили допустимый уровень в 20 раз. И это все необходимо учитывать при очередном зодчестве. Однако есть в Балаклаве проблемы более приземленного характера, не решив которых нельзя говорить о благоустройстве городка вообще. О нескольких годами нерешаемых технических вопросах в нашу редакцию написали жители улицы Крестовского. Десяток домов с 67-го по 85-й образуют, как и выражаются местные обитатели, этакий хуторок на въезде в Балаклаву. Три года назад городские власти приняли решение о газификации микрорайончика. В 2019 году при газификации квартир трубы провели, поставили счетчики, привезли газовые плиты. Правда, приказали даже руками к ним не прикасаться. Как привезли, бросили их во дворе и сказали не трогать ни при о ком. Вот они упакованы и у всех стояли. Константин Владимирович сохранил привезенное газовое оборудование у себя в жилище. Однако такая возможность была не у всех. Благо, сарай еще советских времен позволили поначалу обеспечить их нормальную сохранность. Некоторые люди поставили свои плиты в сарай, потому что куда их на улице тоже держать не будешь. Сарай сгорели, никому ничего не надо, все жаловались. Жители злополучного хуторка сначала долго верили обещаниям, а затем пошли по инстанциям. Причем начали с самой высшей, с президента России. При этом каким-то странным образом обошли вниманием заказчика работ по газификации, управляющую компанией Балаклавского района. Мне приходило очень много писем с разными датами. Я писал департаменту городского хозяйства, Горлову. Также он мне обещал, что разберется в этой ситуации, что он мне ответит. Но так никто и не ответил. То есть ситуация у нас никак не меняется, никакие работы не проводятся. В управляющую компанию я не обращался, так как я думал, что это от них не зависит, что они здесь никак не помогут и они здесь не участвуют. Поэтому я и писал напрямую в департамент городского хозяйства, я общался с губернатором. Люди действительно жаловались во многие инстанции, в том числе и в администрацию президента. Везде получали утешительные ответы. При этом белогазификация микрорайона с места не сдвинулась. Но безхозяйственность удивляет жителей этого хуторка до сих пор. Вот эта газовая компания во главе с управляющей компанией пришли сюда, сделали, вложили деньги. Ну и сколько здесь у нас на хуторе домов? Где-то 10-12 домов. И вот если бы поинтересоваться, сколько сюда убито денег в 2019 году? Бюджетных денег. Поставлены газовые плиты, счетчики, сигнализация. Все это стоит денег. И почему у нас стоит без действия 3 с лишним года? В тираду интервьюеров кралась неточность. Работа по разводке газа по фасадам домов и квартирам производила общество с ограниченной ответственностью «Гаранстроинвест». А технологическое подключение должны были осуществить работники публичного акционерного общества «Севастопольгаз». Мы побывали в газовой компании и поинтересовались причиной столь длительного бездействия. И получили вразумительный ответ. Заказчиком строительства является УК Блаклавского района. Для возможности подключения им необходимо предоставить в наш адрес исполнительно-техническую документацию на тот объем строительства внутри домовых сетей, который на сегодняшний день есть. Дело в том, что технические условия нами были выданы и, если я правильно понимаю, были реализованы, так как металл существует и он есть в природе, но документарно он не подтвержден. Условно говоря, необходимо было выполнить документальную часть, которая должна была предоставлена быть к нам к сдаче приемки в соответствии с требованиями регламента безопасности сетей и в соответствии с СП-6213-330. Данные объекты должны будут пройти ввод в эксплуатацию, проверить членами комиссии, быть проверены на соответствие этому проекту. Казалось бы, безобидная процедура. Однако необходимо учесть, что внутри домовые сети смонтированы три года назад, и для ввода их в эксплуатацию необходимо комплексное опробование. И только после этой процедуры надо составить акт готовности сетей и прием их в эксплуатацию. Это обязательное требование постановления правительства за номером 317, предъявшим правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению. Почему заказчик этой управляющей компании не исполняет обязательные требования, газоснабжающие организации не знают. Дело в том, что мы не можем давить на заказчика и не можем просить об этом, условно говоря. Есть функционал, который они должны выполнять, есть способ приемки и ввода в эксплуатацию, законченного строительством объекта. Все об этом знают. Это не первый дом, который подлежит казификации. В нашей беседе с Еленой Николаевной мы попытались смоделировать ситуацию. А через какое время Севастопольгаз смог бы осуществить технологическое подключение, а население получить долгожданное голубое топливо? В мае-июне мы закончим строительство по данному объекту технологического присоединения, то есть подводящих сетей. К этому моменту уже необходимо предоставить нам на каждый дом в этой группе многоквартирных домов исполнительно-техническую документацию на внутреплощадочные сети, на внутренние устройства, на сети газопотребления. Кто это должен сделать? Субподрядчики? Либо непосредственно управляющая компания? Я не знаю, с кем расторговалась управляющая компания. Конечно, должна строительная фирма предоставить наш адрес необходимый пакет документов. Я думаю, это должно входить в их контракт. Возникшие проблемы с классификацией этих домов хорошо известны и в департаменте городского хозяйства. Эти вопросы владеем. Действительно, была такая старая, измученная проблема, когда подрядная организация не могла с поставщиком услуг ПАО произвести документальные договоренности для получения технического присоединения и подключения дома. Мы на нашей базе департамента провели соответствующую работу с подрядной организацией, с ПАО, на что получили положительный эффект. В счастье того, что они наконец-то договорились и, соответственно, приступят. И в этом году у людей газ будет. При этом мы параллельно еще запускаем программу в часть реализации 73 домов. Сейчас проводится большая работа. Опять же, уже совместно мы уже ходим по домам, смотрим, есть ли перепланировки для того, чтобы качественно потом эту услугу выполнить, чтобы не было таких пролонгаций. Потому что основная проблема у нас складывается в том, что организация, обслуживающая сеть, организация, которая поставляет данную услугу, при сдаче объекта видит какие-то перепланировки в квартирах и тем самым нет возможности подключить данный дом. И вот в этом как раз есть и препятствие. В том числе только и подрядных организаций, в том числе владельцев квартир, которые в последующем потом отказываются от подключения. Есть такие, у нас в Инкермане были такие проблемы. Вот помню, что в прошлом году по поручению губернатора 18 домов мы подключили. Опять же, это очень большая была работа проведена с населением. Вот здесь такая же проблема, но я думаю, что мы ее в этом году оперативно решим и, соответственно, у людей будет газ в этом году. Однако самым важным из точки зрения безопасности является полное исполнение обязательств по первому договору со стороны общества с ограниченной ответственностью Гарантстроинвест, который и осуществлял разводку газовой сети по домам и квартирам. Дело в том, что основная позиция, в том числе и заказчика, то, что подрядная организация должна полностью сдать дом. Соответственно, выполнить полные строительные и монтажные работы, которые будут пригодны для эксплуатации. Ну, как бы, что бы ни получилось такого, мы оплатили, подрядная организация с почином, будем говорить, отбыла, да, и мы потом остались бы с этой проблемой. И там, в суды перешли, и из этого будут страдать люди. Конечно же, мы на это не пойдем. Поэтому мы требуем от подрядной организации, чтобы они выполнили полный объем, причем, чтобы было подсоединение техническое данного дома. И когда уже будет, будем говорить, открыл задвижку и поступил газ, тогда будет произведена оплата. При этом жителям Хуторка на улице Крестовского надо иметь в виду, что исполнение договорных обязательств двумя контрагентами по договорам еще не гарантирует поступление голубого огонька непосредственно в квартиры. И здесь определенные задачи необходимо решать самим собственникам жилья. Опять же, здесь нужно работать вместе с населением, потому что сдача объекта зависит еще напрямую от тех помещений, куда будет поставляться газ, где будет размещена колонка, где будет установлена печка, потому что требования есть к эксплуатации газового оборудования, которые тоже исполнять должен собственник. И, соответственно, там не будет газа, если, допустим, один из людей не поставит дверь, которая межкомнатная, которую они в процессе жизнедеятельности демонтировали, либо, допустим, не будет соответствовать вытяжка тем требованиям к эксплуатации газового оборудования, потому что это жизнь и здоровье людей. Причем работать необходимо слаженно и всем на желаемый результат. Иначе выйдет абсурд. А на сегодня это вся информация, но по традиции нашей программы мы это обращение жителей улицы Крестовского не снимаем с контроля, не снимаем до первой зажженной комфорки в жилищах этих граждан. Всего вам самого доброго! Берите себя и свои семьи! Честь имею!